Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте в студии Дарьи Топузлиева. Кировская область оказалась на втором месте в ПФО по динамике обрабатывающих производств. Цифры озвучил зампред регионального правительства Михаил Сандалов. По итогам первого квартала 2023 года индекс промышленного производства региона по обрабатывающим отраслям составил 119%. Наибольший рост объемов производства в 4 раза в машиностроении и ОПК в легкой промышленности на треть, в металлургическом производстве на 20%. Но есть и те отрасли, где наблюдается снижение объемов отгруженной продукции. Деревообработка, химическая и фармацевтическая промышленности. Это связано с проблемами в логистике и переориентации на новые рынки сбыта. По данным Кировстата, в обрабатывающих отраслях промышленности региона трудится более 82 тысяч человек. Средняя зарплата – 48 тысяч рублей. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась почти на четверть. Экономика. Три финансовых пирамиды выявили в Кировской области. Также за первый квартал этого года были разоблачены 11 черных кредиторов, сообщили в отделении Банка России по Кировской области. Там отмечают, что компании с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, вносятся в предупредительный список на сайте Банка России. Список обновляется ежедневно, сейчас там более 9 тысяч компаний. Всего по стране за первые три месяца этого года было выявлено 1160 субъектов нелегальной деятельности. Это на четверть больше, чем годом ранее. В эфире экономика. А сейчас информация от наших партнеров. Если вы не получали штрафов за нарушение по части отчетности в статистику, это не значит, что эта зона останется без жесткого контроля. Государство постепенно добивается дисциплины и здесь. Наказание в законодательстве прописано. На должностных лиц штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических от 20 до 70. С какими последствиями сталкивается бизнес, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. На практике пока штрафов я от статистики не встречала конкретно у наших клиентов. Только однажды разово обращался предприниматель, которому грозил штраф. Мы его от такой ответственности избавили. По закону это административное наказание за правонарушение, совершенное впервые незначительное, можно заменить на предупреждение, что мы и сделали. Защищайте ваш бизнес от рисков вместе с опытным партнером. Компания «Бухгалтер Я» уже 14 лет помогает предпринимателям навести порядок в делах, выстроить диалог с налоговой и сокращать потери. Начните с записи на консультацию по телефону 213-112. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева.